Всем привет, сегодня мы поговорим о народном артисте России, сыгравшем около 200 ролей в кино, Валерия Бариновя. Валерий Александрович родился 15 января 1946 года в деревне Жилино Орловской области. Детство у Валерия Александровича было сложное, как и у многих послевоенных детей. Его отец воевал на фронте, а, вернувшись, стал председателем сельсовета. Мама была домохозяйкой. На самом деле наш сегодняшний именинник родился 27 ноября 1945 года, но когда отец пошел регистрировать сына, то датой рождения поставили 15 января 1946 года. С тех пор день рождения Валерий Александрович празднует дважды. Развлечению мальчишек в послевоенные годы было немного. Одним из них был футбол. Мяч гоняли с утра и до вечера. Примечателен тот факт, что соседом Валерия Баринова, а впоследствии и одноклассником, был будущий тренер локомотива Юрий Семин. Мужчины дружат и по сей день. Окончив школу, Валерий Александрович отправился в столицу и поступил в высшее театральное училище им, Михаила Щепкина. Профессия актера привлекла его еще в школе, когда он первый раз попал на театральный спектакль. Валерий Баринов отметил для себя три ее преимущества. Актер может быть на сцене кем угодно, можно оставаться на пленке практически навек и то, что эта профессия дает власть над людьми. По окончанию училища Валерий Александрович устроился на службу в Ленинградский Александринский театр. Там он прослужил шесть лет. Позже переехал в Москву и работал в таких театрах, как Центральный театр Советской Армии, Театр имени Пушкина, Малый театр. А с 2005 года служит в Московском театре юного зрителя. Что касается съемок в кино, то первой его работой стал незначительный эпизод в фильме «Шаги по земле» 1968 года. Более крупной работой стало участие в саге Строгова в 1976 году. Но общероссийская известность к Валерию Баринову пришла лишь на 45 ролей в его фильмографии. В 1994 году на экраны страны выходит сериал «Петербургские тайны», где в 11 серии появляется наш герой в роли ушлого управляющего домом князей Шадурских, Полиевкта Харлампиевича Хлебонасущенского. Поначалу в сценарии это была небольшая роль. Но этот персонаж в исполнении Валерия Александровича моментально полюбился зрителю. Пришлось срочно переписывать сценарий, и в конце уже вся интрига крутилась вокруг управляющего Хлебонасущенского. Люди на улице называли Баринова исключительно только Хлебонасущенский, а дальше роли буквально посыпались на Баринова. В зрелом возрасте он стал гораздо востребованнее, чем в молодые годы. Валерий Александрович был женат трижды. Первый брак с однокурсницей по щепке Еленой Ивановской был скоротечным и закончился разводом без детей. Второй раз Валерий Баринов женился на гримере Татьяне. У пары в 1975 году родился сын Егор. Но, к сожалению, спустя шесть лет они расстались. Причиной тому стала болезнь женщины. После родов у нее началась послеродовая депрессия, с которой она так и не смогла справиться. Егор после развода остался жить с отцом. И так с шести до четырнадцати лет Валерий и Егор жили вдвоем. Сам Баринов признается, что был жутким эгоистом и даже не мог представить, что его сын будет воспитываться другим мужчиной. Как-то в компании, Валерий Александрович познакомился с приятной женщиной Еленой. Нашего героя сразу поразило то, что она смогла найти общий язык с его сыном Егором. Валерий пригласил Елену к ним в гости. Выяснилось, что женщина – подполковник ФСБ в отставке. С тех пор Валерия и Елена не расстаются. А в 1991 году у пары родилась дочь Александра. В настоящее время Егор Баринов – актер и режиссер. А Александра стала журналистом, окончила университет в Сорбоне. Сегодня у харизматичного и многогранного Валерия Баринова праздник. Не забудьте поздравить. А если вам интересно, кого мы собираемся поздравлять завтра, подписывайтесь на наш канал и не забывайте оставлять свои комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!